Привет, ребята, на связи с вами Серега и мы продолжаем дальше клепать нашу подписную страничку. В этом уроке мы ее уже окончательно добьем и сейчас занимаемся уже адаптивным дизайном. Итак, сначала правой кнопкой влепим, учим посмотреть код и здесь я включу режим, можно нажать Ctrl-Shift-M. Мобильного телефона. Ну, в принципе, здесь можно различные режимы выбирать, но суть в чем, что мы можем менять ширину, смотреть какая ширина мы с экрана и если мы замечаем где-то какие-то глюки, недостатки, то тогда мы все это дело изменяем. Итак, в первую очередь я открываю редактор и смотрите, у нас блок МИД по умолчанию максимальная ширина 1140 пикселей. Поэтому давайте мы уменьшим, например, до 1140 давайте поставим здесь и посмотрим, что у нас все ли нормально смотрится при этой ширине, потому что сейчас блок МИД подходит к самым границам. И вот здесь, смотрите, мне уже что не нравится, что вот эти вот иконочки и этот текст, они как бы прилипают вплотную к экрану, то есть это не очень хорошо. Поэтому я сделаю так ширину экрана чуть побольше, давайте, например, 1160 пикселей и видим, что здесь уже отступы как бы у нас есть, но тут они уже критически такие маленькие. Поэтому именно при этой ширине мы с вами добавим сюда дополнительные отступы именно для блока МИД. Так, я иду в самый конец наших стилей, вот они. Так, здесь сделаю небольшой отступ, плагин Overscrow лагает, поэтому вот так вот будем делать. Так, Ctrl-D нажму, сделаю дубликат строки и здесь напишу Media Screen and Max Width 1160 пикселей. И вот тут для блока МИД давайте я поставлю следующие стили. Так, Margin, так, у нас там стояло 0 Auto, теперь мы поставим 0 и по бокам 40 пикселей, то есть будет вот такой у нас большой отступ. Обновлю страничку и смотрите, видите, да, тут все нормально отображается уже с отступами. И теперь мы можем даже начинать делать наш сайт еще немножко меньше. Давайте мы сделаем его чуть меньше, хотя нет, смотрите, 1160, тут еще нормально. Но тут у нас, видите, слишком плотно текст у заголовков идет, когда они переносятся на новую строку. Поэтому давайте для всех наших заголовков мы пропишем дополнительные свойства. Так, вот здесь, ну, например, LineHeight 1.1EM. Вот так вот. Сохранимся, посмотрим на результат и видим, что у нас уже отступы здесь побольше и это, само собой, будет большой плюс. Так, смотрим дальше. Картинки у нас тут и так ужимаются. Все отлично. Так, отзывы еще нормально смотрятся. Давайте мы уменьшим, например, до какой-нибудь тысячи пикселей и посмотрим, что творится у нас при тысяче. Так, видим, здесь внизу все нормально. Вверху, в принципе, точнее, это середина тоже все отлично отображается. Так, ничего не требует, покуда нашего вмешательства. Все хорошо. Ну что ж, давайте еще уменьшим до 900 и посмотрим, что будет на этот раз. Так, ну, 903. Разницы, я думаю, особой нету, но все-таки давайте уже пойдем. Так, смотрим. Нормально, нормально. Тут еще все, видим, влазит в три колонки, тоже сшибись. Так, здесь тоже нормально. Так, отзывы уже, конечно, немножко продолговатые, но, тем не менее, я считаю, что еще все, в принципе, хорошо. Так, ну и тут тоже нормально. Давайте теперь, смотрите, мы возьмем, например, ширину 800 пикселей. Здесь уже будет, само собой, намного меньше контента. Так, место для контента именно по ширине, видите, да, как тут у нас еле-еле все влазит. Но, покуда еще нормально, но уже вот здесь давайте мы сделаем следующее. Смотрите, как бы ширина, если смотреть на большом экране, там, монитора, да, тут еще, кажется, места очень много. Но у современных смартфонов плотность экрана обычно выше, чем у десктопных экранов. И, например, у меня вот смартфон тут, ну, не знаю, наверное, 5 дюймов по диагонали. У него в ширину 800 пикселей тоже. Если я вот сейчас приставлю его к мониторчику и уменьшу до реальных размеров его 800 пикселей экран, то мы получим тут, что вот так вот 800 пикселей смотрится на моем смартфоне. Там, конечно, будет еще все влазить, но это будет уже смотреться намного меньше. И поэтому, для чего я это показываю, чтобы мы не стеснялись, вот когда у нас 800 пикселей, делать все блоки, которые идут в несколько линий, например, делать в одну. Вообще, как бы есть стандарт. 768 пикселей. Это уже считается вот маленькое разрешение экрана для мобильников. И в нем уже желательно все, полностью все делать в одну линию. Ну, я тут возьму себя чуточку больше. 800 пускай будет. Так, и поэтому сюда добавлю следующее. Так, давайте опущусь пониже. Вот наша 800-ка. Так, ну и тут, соответственно, так, что мы делаем? Во-первых, шапка. Шапка у нас смотрится еще зашибенски. Зашибись, тут тоже хорошо. Вот здесь. Начинаем работать здесь. Здесь мы должны все сделать в одну линию. Так, выбираем просмотреть код. Так, вот наши блоки с пользой. Здесь идет left 30%, видим. Так, здесь идет по бокам вот польза блока M5. Margin 0,5%. Поэтому, смотрите, сначала я возьму оттуда этот блок. Так, польза блок. Ставлю запятая. И там у нас еще был result-блок. То есть, помните, что одинаковые стили. Так, поэтому пишу result. Так, блок. И напишем здесь следующее. Так. Flow at left можно не отменять, потому что мы напишем просто ширину 100%. Поставим им. Так, ну и дополнительно мы пропишем новые значения для стилей вот этих вот. Польза блока M5. И получается польза result-блока M5. Так, запятая. Так, ставлю. Сюда добавлю M5. И тут мы просто-напросто сбиваем наши маржины. Выставляем их. Получается, margin 0. Вот так вот. Так, сохранимся. Посмотрим, что у нас тут выходит. Так, и видим. Вот, что у нас получилось. Но что-то я тут вот с этими блоками намудрил. Посмотрим. Result H4. Result. Блок. Наверное, я что-то неправильно написал. Поэтому. Так. А, я тут S вставлял, а не Z. Ну, ладно. Так, теперь обновляемся. Смотрим. Вот, что получается в итоге. Так, и в принципе здесь нам надо добавить соступы сверху и снизу. У нас тут их, видите, нету. Поэтому я сюда. Ну, что делаю? Так. Так, 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 так. Здесь получается. Мы сверху и снизу напишем auto. Так. А по бокам 0. А вот тут мы добавим margin сверху и снизу. Ну, хотя тут таки сядут 0. Так, ладно. Так. Сейчас что-нибудь придумаем с этим. Так, margin сверху и снизу давайте по 40 пикселей. По бокам 0. Посмотрим. И у нас, по идее, вот эти блоки... Ну, в принципе, центральные они тоже будут выравниваться. Хотя у них и тоже 0. Но они будут выравниваться за счет блоков, которые находятся сверху и снизу. То есть, в принципе, можно даже оставить вот так вот. Видите, как получается. Так, можно просто... Давайте еще поэкспериментируем. Только снизу добавить по 40 пикселей. То есть, чтобы сверху не было сильно большого отступа. И получаем вот такую штуку. Видите, как раз таки здесь у нас получается... Вот. Слипаются. Вот именно вот из-за этого. Поэтому сюда я это свойство просто повторю. Значение. И у нас все должно быть окей. Вот. Видите? Так. Отлично. Опускаемся ниже. Комментарии. Точнее, отзывы. Смотрим, что тут у нас есть. Так. Вот. Видите? RefBlock. RefBlock M6. MarginRide 6. Так. Ясно. Здесь. Нормально. Здесь. Здесь. Короче, работаем. Получается вот с этим блоком сначала. Так. Ставим точка. Вставляем. Так. Хотя тут, в принципе, наверное, даже можно... Давайте попробуем. Что нам мешает-то? Сохранимся. Так. И тут получается вот для этих блоков, которые с модификаторами класса. RefBlock M6 мы тоже сюда добавим по 40 пикселей просто-напросто. Так. Давайте мы это сделаем. Запятая точка. Вставить. Оп. Не сюда. Извиняюсь. Хотя, в принципе, можно было бы, наверное, все в одну линию. И мы просто вот эти 100% повторяли бы. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас в итоге выйдет. А потом уже будем обсуждать вот это все дело. Ну, видите, да? Как у нас стали отзывы. В принципе, как по мне, то здесь все нормально смотрится. Так. Отступа, конечно, немножко мало. Так. Ну, давайте RepDesk. Сюда же добавим. То есть, к нему, получается, тоже снизу будет идти отступ 40 пикселей. Так. Обновимся. Ну, видите, тут больше места стало. И дальше все у нас идет по плану. Так сказать. Ну, в принципе, давайте попробуем сократить вот этот код. Так. Просто вырежем. Потому что выйдет 100% здесь вроде ни на что не должно влиять. Но мы все-таки попробуем. Так. Вот. Ну, и смотрим. Видите, да? Ничего, в принципе, не поменялось. Потому что вот тут и так выйдет 100%, а тут они просто повторяются. И перекрывают друг друга, получается. Вот так, ребята, получается все у нас. Ну, и, конечно же, тут с видео просмотреть код. Так. Так, опс, давайте я лучше тут посмотрю код. Так, вот, more right, right и more left. Так. Вот left, вот right. Ну, что ж, давайте мы скопируем. Так. И тоже сюда добавим. Вот как-то тут универсально даже получилось, если честно. Так, запятая, точка, left, точка, и меняем right. Все. Обновляем страничку. Так. И получаем большое видео. И тут еще про Дениса Герасимова хочу познакомиться. Так. Давайте здесь мы сделаем следующее. Так, more right. Сначала попробуем сюда добавить тексты line center. Так, center. Ничего не поменялось. Что-то у нас тут конкретно так сбивает. More h4. А вот, тут тексты line left стоит. А здесь tl. Тоже тексты line left. Ну, давайте мы просто это отменим. Получается. Так, ставим, запятая, точка, и тут paytl. Вот это тоже мы ставим и напишем тексты line center. Все. Как видите, тут довольно-таки простенький сайт получается, но видим, что в итоге мы имеем. Так. Ну, все, видите. То есть на маленьких разрешениях он у нас будет перестраиваться. Нам сейчас только надо посмотреть, как он, например, будет смотреться на... Ну, давайте 480 поставим даже. 480. Видите, да? Тут же место намного меньше. Ну, здесь, знаете, на мобильниках уже на слишком маленьких экранах я предлагаю немножко поэкономить место. И, например, здесь в медиа прописать не 40 пикселей. Давайте в два раза меньше сделаем, 20-ку. То есть, чтобы было больше места для контента. Так. Ну, видите, да? То есть стало все немножко пошире. Вот так вот. И все нормально. А, вот, минуточку. Так, смотрим. Пропустил. Вот это вот. Так. Посмотреть код. Здесь получается то же самое. Так. Вот эта картинка, она у нас идет float left. Так, так, так. А тут все ее, получается, обтекает. Поэтому давайте мы сделаем следующее. Мы скопируем mi и mg. Так, ну, в принципе, здесь даже... Нет, давайте на 800 уже выставим ее по центру. Так. Напишем float non. Так. FLN. Вот так вот. Видите? Так. Margin bottom. Давайте 40 пикселей. Так вот. Тут даже можно попробовать прописать следующее. Так, например, margin 0 auto. Ну, тут давайте 40 пикселей допишем. Посмотрим, или будет выравниваться. Скорее всего, нет. Давайте display block влепим сюда. Должно сработать. Вот. Стала по центру наша эта картинка. Отлично. Margin bottom я отсюда удаляю. Так. Ну, и сейчас давайте будем делать еще меньше. Вернемся на 480. Видите? Все. Так, по-моему, хорошо влазит. Так. 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 Эта картинка. Смотрим. Так. Она должна ужиматься. Отлично. Так. Ну, здесь уже нету 320 пикселей. И то таких уже, как бы, девайсов очень мало. Поэтому, как бы, это уже слишком большие меры для того, чтобы мы это делали. Ну, вот с кнопочкой, смотрите, у нас получается, давайте мы просто посмотреть код выберем. Здесь видим фонсайз 28. Давайте 22 пикселя влепим. И она нормально влазит. Так. Так. Сделаем поменьше чуть-чуть. Посмотрим. Даже вот в 300 влазит, да? Поэтому давайте мы скопируем ее сюда. Так. И вставим так, 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 куда? Вот сюда. На 480. А, она что у меня вместе с этими копируется. Так вот. Ну, тут паддинги я эти убираю. Они повторяются. Фонсайз сделаем поменьше. Ну, и, соответственно, давайте, может, даже тут... Ну, сильно, сразу говорю, сильно делать шрифт меньше не надо. То есть 16 пикселей – это вот максимально мелкий шрифт, который может быть на мобильниках. Но если шрифт большой, мы... И он тут уже как-то аляпово смотрится. Мы можем сделать его поменьше. Давайте 32 пикселя, например. Вот видите, как уже получше. Так. Ну, хотя, в принципе... В принципе, и так нормально, как по мне. Так. Единственное, что здесь очень большие отступы. Видите, да? То есть у мобильников как бы высота экрана меньше, чем здесь. Поэтому давайте мы на 400, даже, наверное, на 800 пикселей... Так, смотрим. Сделаем здесь отступы поменьше все-таки. Ну, хотя на 800 еще будет нормально смотреться. Вот 480. Может, могут быть проблемы. Так. Поэтому посмотреть код, что мы там прописывали. Так. Чтоб я помнил еще. Вот. Хэйд возьмем. Вот паддинг топ 200 пикселей. Да? Давайте мы поставим 40 пикселей сверху. Так. И 40 пикселей снизу. Где тут у меня? Так. Ну, давайте это сначала скопируем. Так. И все-таки, наверное, сделаю даже шрифт чуть поменьше. Так. 40. Так. Тут давайте 30. Ну, сколько? 32 поставим. Так. Сохранимся. Смотрим ниже. Так. 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 HeadPost. Вот он. Ну, и здесь тоже поменяем на 40 пикселей. Так. Тут, получается, уже будет отступ снизу идти. Так. Паддинг. Вот там. Ну, и тут тоже выставляем 40 пикселей. Все. Вот это убираем. Эти стили у нас остаются. Все. Обновляемся. Так. Делаем 480. Видите, да? То есть, тут уже влазит больше. Так. По высоте кнопка наша тоже сюда должна уже влезать. Спокойно причем. Так. 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 Ну, даже на 300, наверное, даже влазит. Уже на 300. Я тут уже даже не знаю, есть такие телефоны или нет. Ну, и еще что может быть. Это, возможно, заказчик бы захотел поставить вот эти вот аватар вверху под, получается, отзывами. Поэтому давайте мы это тоже сделаем. Хотя, по-моему, в оригинале так я не делал. Но, честно, я не помню. Так. Давайте мы вернемся сюда. Так. Ревблок. Получается, M6. Ну, это мы уже проработали. А вот, реффуд. Тут, получается, витс 27% ловат левт. Давайте мы реффуд скопируем. Ставим его сюда. Ну, и здесь допишем width 100%, а не пикселей. Так. Ну, и float left, покуда мы трогать не будем. Так. Смотрим. Видим, что у меня получается. Тут по центру все идет. А вот здесь давайте мы... Это будет у нас ethical уйти с этим классом. Так. Мы ему тоже пропишем сотню. Так. Запятая точка. Вставляем. Так. Обновляемся. И видим, что у нас происходит. Так. Видите, да? То есть, так было и вот так вот стало. Ну, по-моему, отлично все смотрится. И теперь нам необходимо сюда добавить еще попапы. Так. Вот тут что-то кнопка это ездит. Так. Ну, она как раз притык к картинке идет. Посмотреть код. Так. Pay. Класс Pay. Он наезжает на нашу картинку, потому что ее стоит float left. Ну, тут, в принципе, это незначительная такая штука. Проявляется на 950. Можно сюда добавить какой-нибудь класс и сделать ему, например, при такой ширине отступы побольше. Но я думаю, что это лишняя работа. Так. Теперь, получается, модальные окна. Так. Давайте сначала здесь напишу этот сайт. Выставлю. Так. Модальные окна, получается, у нас. А. Тут у меня, видите, уже кончилось акции по подписке. Блин. Не помню, что там внутри находится. Ладно. Давайте просто подключим наш скрипт Remodel.js. Кстати, получается, по нему я уже записывал занятие на канале. Оно есть где-нибудь. Ну, давайте где-нибудь вот здесь оно появится. Щелкнетесь. Посмотрите, если не видели. Заходим на эту страничку. Жмем Download. Так. Сейчас он скопируется. Вот. Сос-код zip. Я zip-оскерхи вкачаю. Так. Открываю. Ну, и здесь нам понадобится папочка dist. Давайте мы ее прямо такие вот скопировать, наверное, не получится. Ну, да ладно. Так. Открываем LP. Так. Где наш архиватор? Сюда ее копирую. Здесь давайте я переименую на Remodel. Так. Ну, и тут я удаляю. Вот так. Remodel. Обычно оставляю только Remodel.min. Ну, то есть это тот же самый, только сжатый скрипт. Ну, и вот эти файлы стилей, они нам понадобятся. Так. Теперь возвращаемся назад и здесь нажимаем docs. То есть смотрим, как его подключать, потому что, честно говоря, так я не помню. Так. Сначала нам надо подключить обычный стиль, потом стиль Remodel Default Тема. Давайте мы это сделаем. Так. Скопируем. Так. Так. Индекс. Где-то наш html файл. Так. Вот он. Вот сюда давайте вставим перед нашим файлом стилей, чтобы его стили перекрывали стили этого окна. Ну, и тут мы, получается, заменяем вот этот dist на Remodel. Так. Remodel CSS. Отлично. И тут все. Имена правильные. Так. Теперь подключаем файл JS. Наверное, да. JS. Перед закрывающимся body. Так. Идем в самый низ документа. Так. И давайте тут мы его подключим. Ну, и тут, соответственно, мы тоже пишем Remodel. Все. Сохраняемся. Ну, и теперь, собственно говоря, как это все делать. Ну, опять-таки, все инструкции есть в видео, так что, что сами настроите, как вам надо. Сейчас моя задача подключить сугубо вот эти модальные окна. Так. Я скопирую первое модальное окно. Так. Давайте мы его влепим. Ну, вот даже вот здесь ниже всего и влепим мы его. Так вот. Так. Так. Remodel ID Model. Так. Смотрим, что тут у нас еще есть. В принципе, так. Model можно насоставить. Надо только будет с ссылочки прописать решетка Model. Тот же самый ID, который прописан в этом атрибуте. Тот, Remodel ID Model. Так. Ну, и получается. Получается. У нас тут идут эти ссылочки. Видим, да? Так. Вставляем Model сюда. Ctrl-F. Давайте еще Pay найдем. Так. Pay, Pay, Link. Ой-ой-ой-ой. Вот сюда вставляем. Дальше. Можете просто нажимать на F3. Он будет находить еще вот эти слова Pay. Однако у меня на F3 настроена остановка записи. Вот только что нажало, остановилось. Поэтому я буду Ctrl-F дальше жать и жать на стрелочки. Так. Вот еще наше Model. Вставляем. Так. Следующий. Вот. Вставляем. И еще. У нас тут их много. Так. Вставляем. Вставляем. Так. Ну, в принципе, все. Так. Сохраняемся. Так. Давайте я вернусь на наше окошко. Так. Нажимаю F5. И видим. Появляется окошечко у нас. Так. Ну, если на какой-то кнопочке у вас работать это не будет, то, соответственно, вы, пожалуйста, проверьте, прописали вы ему ID или нет. Возможно, какую-то кнопку вы пропустили. Так. Видим. Все работает. Отлично. Так. Теперь. 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 Я даже не знаю, что мне там надо написать, делать, потому что... Потому что... Потому что... Так. Я не помню, что там находилось. Так. Ну, давайте что-нибудь. По-моему, там была картинка. Так. И форма. 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 Так. Ну, вот эти кнопки OK и Cancel я отсюда удаляю. Так. Здесь получается... Заберите книгу, напишем, например. Так. Сюда я помещу картинку нашей книжки. IMG. Так. Images. И там что-то... Box PNG. Так. Обложка. Так. Ну, и давайте здесь класс напишем какой-нибудь. Model P. Пускай будет Model P. То есть мы сделаем картинку в нем по центру. Так. Давайте мы... Так. Ну, вот у нас тут подвальчик заканчивается. Так. Давайте сюда и влепим. Так. Text Align Center. Все. Смотрим, что тут у нас происходит. Видим, картинка есть. Ну, и ставим сюда еще получается форму. Так. Поэтому сюда я добавлю тег form. Так. Ну, action решетка. Это уже лучше всего брать форму из сервиса подписки. Так. Ну, и тут input умножим на 3 давайте. Например. Здесь имя. Так. Затем почта. Поэтому я тут напишу. Не помню. Mail или email. Email, по-моему, пишется. Вот так вот. Ну, и тут, соответственно, это будет кнопочка. Давайте submit влепим. Так. Все. Так. Дальше. Так. Placeholder. Укажите имя. Имя. Здесь placeholder. Укажите. Так. Почту. Так. Ну, и тут получается value. Пишем. Так. Ну, или получить давайте. Но сейчас давайте в нужных местах добавим атрибут required. Так. Где тут он у нас? Вот он. И тут добавим еще класс. Так. Model. Ну, давайте форм. Вот так вот. Так. Мы этот класс копируем. Идем сюда. И здесь вставим model.form. Так. Ширину сделаем. Ну, давайте процентов 70. Так. Так. Марджин поставим 40 пикселей. И по бокам auto. Так. Чтобы она выравнивалась по центру. Ну, и теперь для инпутов давайте мы зададим отдельный класс. Так. Класс равняется input. Пускай будет сначала. Потом еще модернизируем немножко. Инпут. И тут влепим. Width 100%. Так. Марджин. Ну, давайте сверху и снизу по 10 пикселей. Так. По бокам 0. Так. Смотрим. Что тут у нас происходит. Вот. Видите, какая у нас получается формочка. Отлично. Так. Двигаемся дальше. Так. Давайте border 1 пиксель solid решетка ccc. Так. Паддинги. Давайте влепим тоже. Ну, какие у нас будут паддинки. Ну, давайте по 10 пикселей сверху и снизу. По бокам пускай 0. Так. Text indent. Также добавим сбоку 20 пикселей. То есть, это уступ у текста будет. Так. И цвет. Ну, давайте 5.5.5 пускай будет цвет у нас. Так. И border radius. Так. Ну, 3 пикселя точкой запятой. Сохранимся. Посмотрим, что тут у нас вышло. То есть, уже вот такая получается формочка у нас. Видите, да? Так. Отлично. Теперь над кнопкой работаем. Получается, здесь у нас будет идти input. Так. Ну, кстати, тут можно было бы дописать. Так. Alt-shift. Так. Model. Input. Так. Сохранимся. И здесь добавим еще model input. Так. Submit. Sub добавим. Так. Копируем. Так. Здесь мы добавим тоже model. Так. Ну, и тут точка. Вставляем. Так. Ну, что. Граница. Так. Border. Один пиксель. Solid. Решетка. Давайте сначала я сделаю EE. А потом мы поменяем ее на красный цвет. Какой-нибудь. Вот такой. Так. BG. Получается. Background. Мы сделаем чуточку посветлее. Вот так вот. Так. И цвет текста FFF. Так. Ну, и текст transform еще можно апперкейс поставить. Все. Смотрим, что у нас вышло. У нас получилась вот такая кнопочка. Ну, то есть. По-моему, там что-то вот такое было. В всплывающем окне, честно говоря, я уже не помню. Так. Ну, отлично. Отлично. Теперь давайте. Так. Сделаем последний штрих. Так. Ну, в принципе, еще можно сделать. Давайте model input мы пропишем TRS. Это transition. Так. Будем менять все свойства. Так. За 5 секунд. Точнее 0,5 за полсекунды. Плавненько. Так. И теперь добавим. Так. Model input. Так. Двоеточие. Хава. Так. Тут точно так же я добавлю outline. None. То есть, чтобы не было вот этой синей обводки. А здесь получается мы сделаем... А, не хава, а фокус. Фокус, извиняюсь. Фокус. Так. Border. 1 пиксель. Solid. Решетка. Ц, ц, ц. Однако поменяем эти цены. Синий какой-нибудь цвет. Ну, давайте вот такой вот. Пускай будет. Вот так вот. Так сохранимся. Сразу проверяем, все ли нормально. Так. Ну, видите, да? Как работает. Так. Ну, единственное, что цвет все-таки я, наверное, сделаю посветлее чуть-чуть. Вот так вот. Так. Ну, и тут тоже мы проработаем этот момент. Так. Только тут поставим хава. Двоеточие хава. Так. Ну, и само собой. Так. Копируем, вставляем. Только тут будет цвет уже такой конкретно синий. У нашей кнопки. Вот так вот. Ну, границу давайте все-таки сделаю потемнее чуть-чуть. Вот так вот. Все. Сохраняемся. Так. Смотрим, что у нас тут поменялось. Так. А тут в мобильном режиме этого нету. Ну, видите, да? Кнопка меняется при нажатии. Так. Ну, и получается так. Она будет меняться при наведении. Видите, да? То есть, в принципе, все нормально. Ну, и здесь еще один момент, что тут есть в конце политика. Короче, вот эта штука. Здесь много всяких буквок написано. И тут получается тоже второе модальное окно. Тоже обычный текст идет. И получается в конце понятно. Ну, давайте, знаете, что мы сделаем? Просмотреть код. Выберем. Так. Так. H3 Remodel H3. Я поставлю сюда. Так. Где тут у нас вот? H3. H3. Так. Ну, я тут везде начал класс Model писать. Поэтому давайте мы тут, наверное, так и заделаем. Класс Model. Так. H3. Все. Скопируем. Так. Где тут у нас? Model P. Вставляем Model H3. Ну, и тут получается. Border Bottom. Один пиксель. Солид. Решетка. Ну, опять-таки, цвет можете подобрать сами. Это не столь уж и важно. Так. Так. Вот. Заберите книгу. Видите, есть все у нас. Ну, давайте. Мы сделаем фонд. Сайз. Чуточку побольше. Так. 27 пикселей. Так. Паддинг. Bottom. Пускай у нас еще будет идти. Ну, не знаю. Пикселей 20. Нет. Даже на 10 пикселей. То есть, отодвинем чуть-чуть вот эту границу. От нее. Видите, да? Как у нас получается. Так. Ну, и собственно, получается, нам осталось только вот скоммунизить вот это все дело. Так. Кстати, с границей я полностью угодал. Так. Паддинг. Bottom 20 пикселей. Ну, мы 10 прописали. Здесь margin еще по 20 пикселей снизу. Давайте мы добавим margin. Так. 0.0. 20 пикселей. Так. Отлично. Теперь мы это дело копируем. Так. Ой, не это дело, а точнее вот это вот. Что мы делаем? Мы просто-напросто. Так. Вот оно. Edit. Сhtml я выбираю. И вот этот весь код, который начинается с h3, так я выделю. Вот он тут. И абзацы есть, и все остальное. Так вот. Вот. Все. Это у меня выделено. Я это оставляю, покуда без изменений. А здесь ниже. Я иду назад в индекс. Так. И делаю копию вот этого всего дела. Так. Вставляю сюда. Но тут уже ставлю класс remodel остается. А здесь model 2 давайте мы поставим. И вот тут у нас ссылочка идет, которая политика обработки персональных данных. Тоже поставим model 2. Все. Ну и соответственно теперь я... Блин, блинский, а. Edit.shtml и копирую все заново. Так. Вот так вот. Так. Можно скопировать сразу вместе с кнопочкой. Это уже решайте сами. Либо можно кнопку смело отнять оттуда. Ну и изначально из этого кода. Ну, представим, что у нас этой кнопки еще нету, поэтому я буду действовать именно так. Так. Вставляем все это дело сюда. Получаем вот такой большущий текст сжатый. Так. Отлично. Идем теперь сюда. Так. Ну и вот наша кнопочка. Окей. Копируем. Так. Идем в наш код. Вставляем все это дело сюда. Так. И тут заменяем на понятно. Все. Сохраняемся только вот тут у нас. Remodel H3. Помните, что мы делали model H3. Так. Все. Иду сюда. Обновляю страницу. И нажимаю. Смотрим. Получаем вот такую штуковину. Так. И что-то у нас здесь явно не то. Так. Просмотреть код. Выбираю. Так. Почему все по центру? Так. Я не понимаю, почему все по центру? Так. Так. Ну, сколько я вижу. Здесь text-align center. Вот он. Remodel Wrapper. Используется. Text-align center. А мы тогда давайте для самого remodel. Так. Класса. Мы добавим text-align, наоборот, left. Посмотрим, что у нас получится из этого всего. Так. Опс, опс, опс. Все. Обновляемся. Ну и видим, да? Вот. У нас все вышло. Так. Только почему-то здесь у нас нету... ...полосы прокрутки снизу. Так. Тут есть, а тут нету. Точнее, подчеркивание. Так. Model A. Вот. Вот так вот. Все. Теперь должно быть все нормально. Так. Ну, видите, да? Все появилось. Жмем. Понятно. Все срабатывает. Так. Закрываю. А, нет. Наоборот, еще открываю просмотр. И теперь нам необходимо еще сделать, получается, дизайн для того, чтобы вот эта форма работала нормально при маленьких разрешениях. Ну, что я могу тут сделать? Просмотреть код. Когда у нас слишком мало места будет, растянуть ее на 100%. В принципе, будет нормально смотреться. Так. Ремодел. Так. Оверлей. Где тут она у нас? Так. Наша форма. Так. Так. Вот. Model Form. Так. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас будет, если мы поставим 100%. Ну, вот видите, как получается. Поэтому я тут вот это все скопирую и оставлю в файле стилей. Так. Где у нас тут 800? Начинается вот прямо здесь я это и вставлю. Так. 100% у нас пускай остается. Так. 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 Все. Ну, еще кнопочку вот эту я бы все-таки сделал чуть побольше. Где тут она у нас? Model. Input. Sub. Так. Паддинги давайте сделаем сверху и снизу. То есть, у нас обычные паддинги по 10. Давайте 20. Пикселей 0. Так. И теперь у нас кнопка эта будет заметно больше. Вот. Видите, да? Ну, что можете еще? Шрифт больше сделать. Думаю, это вы уже сделать сами. Вполне можете самостоятельно. Итак, ребят. В принципе, вот и все три мудрости. Как видите, ничего сложного нету. Спасибо за внимание. До свидания. С вами был Семь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok